добрый вечер сейчас мы распечатаем текст и начнем вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И у нас сегодня отрывок из урота Кодыш второго тома. Часть небольшая переводена, а следующую часть мы будем учить. Будем переводить по ходу урока. Текст виден, да? Основные изменения в современной мысли. Я сделаю некоторое вступление. Сначала Раф будет говорить не очень ясно, но в продолжение статьи он сам себе объясняет. Он развивает как бы тему. Поэтому вступление это в общем-то некоторое заглавие. Но я на основании будущего его уже начну объяснять. Начнем с вашего позволения. Время создало распространение таких постижений, которые своим распространением уничтожили постижения предыдущие, которые сами по себе не противоречат новым пониманиям, но просто по привычке слились воедино. Давайте еще прочитаем. Природа ума и духовное представление вообще чувствовать во всем изменения, которое произошло только в некоторых частях. Это есть природа жизни, которая ведет к утончению и прибавлению добродетелей всякий раз, когда что-либо обновляется в одной из две частей. Три основных изменения, которые произошли в человеческих представлениях новое время. От основ которых разветвлено много новых ответвлений, не обращая внимания на понимание основной сути, лежащей в основе этих изменений. Вроде того, чтобы знать, насколько они должны распространяться, производя на собой дальнейшие изменения в мнениях и поступках. Эти изменения также вызывали смущение и растерянность, которые перевернутся в добру вместе с возрастанием осознания, после распространения духовного изучения в уме, в уме с помощью логики в сокровищи сомнений, так как ему подобает. Это второе. Три. Вот здесь мы уже переводом Google Translator, и поэтому отсюда и дальше будем переводить самостоятельно. Итак, если бы я прочитал, то до сих, без того, что будет дальше, я бы сказал, ребята, я ничего не понимаю со всеми. Поэтому давайте я попробую вам объяснить, что здесь написано. Вы мне поверите на слово, потому что потом Рафсамса сам себе объясняет. Как говорить о том, что представления в современную эпоху о мире у людей сильно поменялись? И это представление, изменение представления о мире также потрясло всю мировоззренческую картину людей. Из-за того, что, не знаю, изменилось представление о том, как, не знаю, был в свое время спор, вечный ли мир или он создан. А сколько миру лет, там, 6 тысяч лет ему или 13 миллиардов и так далее. Какие-то общие представления у людей изменились. И в результате этого вся их картина мира потрескалась. Как бы она затряслась. Теперь изменения представления в человечестве. Раф говорит, что это, в общем-то, очень хорошие, правильные вещи. Добрый вечер. Да, Раф что пишет? Смущение и растерянность, которые перевернутся к добру вместе с возрастанием сознания. То есть, мы видим, что эти изменения в мнениях, они положительные. Раф относится к ним с приезди. Но так как наше мировоззрение одно связано в другом, когда у нас сильно меняется что-то в одном углу, то это нам очень часто приводит к тому, что мы перестраиваем наше мировоззрение полностью. Конечно, намекусь здесь на, в том числе, оставление религии и так далее. Раф говорит, что развити науше... Это просто, но космонавты летали, и бога не видели. Да, 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 нет, но... Да, но это как бы, да, но вот более... Но это как бы упрощенное, но оно распространяется на мой привык. А я попробую как-то это привязать. Давайте приважим это так. Мы привыкли, что религия нам рассказывала о том, что миру шесть тысяч лет. В тот момент, когда часть этого заявления меняется, она становится неверным. Наука пришла и рассказала нам, что миру не шесть тысяч лет, а гораздо больше. Соответственно, все, что связано... А, нам религия говорила не только то, что миру шесть тысяч лет, она еще говорила, что бог дал евреям торну, горе сина, а еще нам говорила, что пролюбодействовать нехорошо. Так это неверно, то и это, и это, и это неверно. Да, мы связываем эти вещи в нашем сознании. Да, так вот из этого источника пришла нам какая-то идея. И мы на сегодня увидели, что эта идея, она оказалась нам... Изменилась, да, наше представление об этой идее. То все, что ассоативно у нас связано, даже без того, чтобы мы сильно разбирались, так это или нет, с этой идеей у нас выбрасывается. Мне кажется, это имеет в виду Раф, в том, что он говорит, ну, вот так вот, да, немножко примитивно, да. Люди летали в космос и бога там не увидели. Окей. Соответственно, что Раф предлагает? Раф предлагает сейчас разобрать эти основные изменения. В этом, в человеческих представлениях о нем. И, соответственно, посмотреть, как они, что с ним делать дальше. Но здесь уже, к сожалению, к большому, у меня уже нет нормального перевода, а перевод Google Translator здесь, это тема для хихи и хаха. То, что я уже перевел, там я просто держался за животики. В коллегу Ханли Дугма, закончилась их сила, он перевел вот здесь вот, как умерла, невеста умерла. Что-то такое. Тексты, Раф кук, Google Translator переводить сложно. Но отсюда и дальше мы уже пойдем сами. Кто-то хочет что-то добавить до того, как мы продвинемся дальше? Нет. И тогда... Так, что за три изменения? Итак, три основных изменения. Одно – это по поводу мысли общественной, не общительной, а общественной. Вторая – по поводу космологической мысли. А третья – не по поводу развития мышления, а по поводу идей развития. Итак, начнем по одному. То, что мысли общественного взаимоотношения. Итак, понимание человеческого общества во всей общественной жизни. Это была тайна, сокрытая тайна от простого народа в предыдущих поколениях. Так же, как и все остальные секреты в Кабалах. Каждая община была закрыта сама в себе. И поэтому на каждого индивидуума из этой общины воздействовала только его ближайшее окружение. По крайней мере, в открытую. И так же думала себе каждый индивидуум и каждая община, что большой мир – это его личное близкое окружение. Так как бы он проецировал свою общину на весь мир. Он проецировал свою общину. Не только что все общины и все люди во всем мире проецировали, не понимали, что такой большой мир, и проецировали свою закрытую общину, свое ближайшее окружение. А в израильском народе, который отлично отделен от всех народов мира, это было еще более сильно выражено из-за двух основных причин. Первая причина – из-за гонений, которым подвергался народ Израиля во всех изгнаниях, в которых он был. А вторая, что у народа Израиля есть отдельная, во-первых, отдельная ментальность, отдельная его вера. А во-вторых, его отдельный, как бы, ну, жизненный путь, он другой, да, он там по-другому живет, он по-другому одевается, он не ест то, что все остальные. У них, он как бы, его законы, его аллахот, да, его жизни специально его также отделяют от всего другого мира. Субтитры создавал DimaTorzok Избранные, отдельные люди, великие в своих поколениях, в скобочках, каббалисты. Они всегда понимали духовное единство. Они понимали, что... Дух человека, он общий. Несмотря на все различия, несмотря на все большие различия, и духовные, и материальные, которые разделяют людей друг от друга, и народы друг от друга, что гораздо больше единства, чем все, что разделяет нас. И мысли влияют одна на другую. И порядок жизни идет и меняется. И есть такой тренд выравнивания. При разравнивании, не знаю, как правильно перевести, что будет, слово шавэш, что становится не одинаково, равно. Тренд равна, не знаю, праве, равно. Вот тут слово такое, без... Вот только начало. Тренд равнераспределение, что ли? Он работает. И он всегда абсорбирует все самое лучшее, что есть в какой-то части, и распределяет ее по всем. Но Амон не учителся меоулема, лимала михугов. Хасав шеин кэн шум яхас, шум куах пуэль, у митпоэль месвива зара. Вкал вахо омэр, ауд рэхока, аль хугов, шелу, акароу эляв. Однако простонародье никогда не поднимало свои глаза выше, чем его ближайшее окружение. Он думал, что нет никакого отношения, нет никакого соприкосновения и взаимодействия от какого-то его дальнего окружения. Прошу прощения, от какого-то его, от какого-то чужого окружения, а тем более далекого. На его ближайшее окружение. Да, то есть, остановимся здесь на минуту. Я, конечно, скажу тут сразу. Про что Рам говорит? Рам говорит про сегодняшнюю идею глобальной деревни, что мы прекрасно понимаем, что засуха в Китае или на Украине это воздействует на меня, это воздействует напрямую на Африку и на город во всем мире и так далее, что какие-то изменения, кто-то придумал что-то в Индонезии, это воздействует на Россию или на Чикаго, на, не знаю, на Малайзию, что все совсем связано. Эта идея сегодня принадлежит простому Васе с завода. Эта идея на сегодня, она распространилась на всех. А в прошлые века эта идея была достоянием только каббалистов. Что за идея? Что все на все влияет. Что все со всем связано. На сегодня. Эта идея. То есть не только сегодня, она уже гораздо более выражена. Во время Равкука это только начиналось, но тоже было. Рав это понял, схватил и сказал, ребята, это здорово, что это произошло. Что мы поняли глубокую каббалистическую идею. То есть распространилась, теперь можно, как бы у нас есть сосуды распространять идею каббалы. Потому что идея распространилась другими путями и дошла до простых людей. Сегодня идея о том, что все нас все влияет. Эта идея простая для простого вани и цикр. Теперь продолжим то, что распишет. И в сфират махшива ацмутит. А, слуха. И в сфират махшива митсумцамет азот. Нитрашма цура аттипусит ацмутит. Там говорит гораздо больше и гораздо глубже. И на основе этой мелкой мысли, что ничто ни на что не влияет, выстраивалось здание всего духовного как бы духовное здание человека выстраивалось на основе этого мелкого, мелочного, можно сказать, фундамента мысли, что каждый мы сами по себе. На этом основе выстраивался, на этом фундаменте выстраивался весь внутренний духовный мир человека. Его идеальная любовь к всему святому, стройность, как бы это вот такая вот мелкая мысль, увеличенная в тысячу раз, это моя любовь к святому, это любовь к святости. И это отношение к его избранному собственному к его человеку, избранному народу. Здесь, видимо, имеется в виду евреи. И ко всему, что относится к этому избранному народу. Воззрение человека на идеи о жизни, смерти, свободе и рабстве. То есть весь духовный мир человека строился на таком узком фундаменте. Соответственно, весь его духовный мир тоже был узким. Когда мы расширяем фундамент, мы строим также на его основе вера. Духовный мир более широкий. института. На всем понимании, что человек он как бы практически ни на что не влияет строилась его духовное здание это было все что это было все восприятие человека а что произошло а время а эпоха наша изменила эти воззрения из конца в конец и не только особенных людей элит просвещенных людей но также и изменила воззрение простых людей ההכרה החברותית נסבה ונתרחבה כל ехид мергиш шинхау לא бодет לא סבור בתחום מאוחד לגמרי שהוא פועל ומתפעל מהמון חוגים רבים ורחבים מסביבות שונות וגם זרות וליאש כל רוח לומר שאין לו להתחשב אימו מאומה גם מרחוק שברחוקים а что сегодня а сегодня общественное воззрение изменилось и расширилось каждый индивидуал чувствует, что он не один он не заперт в своем пространстве что он влияет и на него влияют множество других множество других общин, народов, людей что он влияет на все и все влияет на него это окружение чужое также разное и чужое он на него влияет и оно влияет на него невозможно отчаять буквально невозможно сказать что какая-то дальняя периферия на меня не влияет и я не влияю на нее даже не возможно сказать какая-то идея даже чужая и очень далекая на меня никак не влияет и я не влияю на нее это уже на сегодня невозможно сказать а валь канахишбон нитгадэ эрвувиа нитрапта мы уже чувствуем, да, что Раб говорит, ребята, это же хорошо это же классно но первым делом такое расширение сознания конечно бьет по религии воспринимаемой и настроенной потому что теперь понятно, что Раб сказал нам раньше теперь мы понимаем наша религия это надстройка вверх над чем-то узким а в тот момент, когда мы эту базу расширяем то вся настройка над этим узком основе она трескается падает а уже не стоит Раб говорит, это же отлично теперь на большом фундаменте широком можем поставить большое великое здание но когда вот эта вот основа узкая расширяется мы думаем, что все здание религии это то, что есть то, что мы построили на узком основании это все, что есть по поводу религии Раб говорит нет, конечно дурость она в твоей голове но в сознании человека как мы сказали все связано со всем и когда что-то нарушается все, что с ним связано софтически тоже тоже разрушается это как бы то, что Раб говорил нам вначале и было нам не до конца понятно сейчас Раб нам начинает это объяснять но здесь однако расчеты увеличились но и смешение в основном в умах оно тоже увеличилось и и что смешение премьер смешение get понимать и способ и спешить и это репets а можно еще и веро Итак, нам теперь нужно сделать… У нас теперь есть проблема. Я начну с комментариев, а потом перевожу. У нас есть теперь проблема, что мы построили наш моральный, духовный мир на узкой основе. Но моральный мир, он правильный. В этом моральном мире есть моральные директивы, моральные законы, и мы их подчиняемся. Сейчас из-за того, что основа разрослась, увеличилась, может посыпаться все наше моральное здание, которое мы выставили. Это будет плоско. Но мы не можем с другой стороны закрыть глаза и сказать, ничего не вижу, ничего не слышу, как-то воевать с увеличением базы. Это происходит, и это факт, что называется. Поэтому для этого нам нужно сейчас множество просвещенных правил, людей, элита новая, которая будет хорошо разбираться и в новом, и в старом, и сможет влиять с тем, чтобы не потерять. Теперь, в общем-то, наша задача перестроить это здание, не разрушив, на более широкую основу. Все этого только выиграют. Но это не дело, это самое, Вани Пупкина с сигаретой из подворотников. Это должны делать специально профессионалы, типа Раф Кука самого. Но на сегодня, если позавчера эту задачу можно было сказать, в будущем разберутся. Сегодня нельзя махнуть рукой и сказать, когда-нибудь разберутся, потому что то, чего от нас уже требует жизни сегодня. Потому что, как мы сказали, база расширилась. И поэтому нам нужно обязательно поставить новых раввинов, которые нам сейчас смогут перестроить это здание. Давайте это переведем и остановимся здесь. Теперь нужно нам... У нас теперь есть... У нас теперь есть... У нас теперь есть... У нас теперь есть... Нам нужно, да? Нам сейчас нужно перестроить... Вот это вот наше моральное здание, которое стоит на узкой основе, на широкую основу, в представлениях как бы простонародья. И как нам оставить при этой перестройке все то добро, которое мы накопили в нашем духовном здании? Было много добра. И как из всего... Так, секундочку. Без того, чтобы это получило какие-то пробоины, какие-то разрушения от переворота, которое чужое влияние делает? Но, с другой стороны, как мы, буквально, Сувгин Шуавин, как мы впитываем от всего только положительное, прямое и справедливое, Так, эта задача, она очень сильно увеличилась на сегодня. Ее нельзя никак решить, кроме как с помощью объяснения духовных, внутренних идей, что нам нельзя это реализовать как-то иначе, кроме как установления множества духовных, внутренних идей, которые будут духовно влиять наружу по отношению к них. Самым лучшим образом мы остановимся здесь, потому что после этого Рав начнет по поводу следующей идеи, космологической. Потом мы перейдем к идее развития. Но более-менее, то есть как вот даже наш отрывок мы на сегодня не до конца прошли, но я хочу остановиться и послушать ваши отношения. Сейчас, на самом-то деле, эта идея о том, что все на все зависит, оно как бы не очень сильно, по крайней мере, по вершинским взглядам, не очень сильно как бы сотрясает нам основы веры, как кажется. Гораздо хуже с космологической теорией, которая говорит там, вот мы тут думали, что тут, не знаю там, что Солнце, оно тут крутится вокруг Земли, оказалось, что Земля вокруг Солнца, мы думали, что Земля – это центр мира, а потом оказалось, что мы в очень дальней периферии. Не как теория эволюции, мы считали, что там Бог создал Землю за шесть дней, а теория эволюции утверждает, что Он создал ее за несколько миллиардов лет. Это гораздо больше трясет как бы основы религии. Но Рав начинает он в этом… Ну, не знаю. На самом деле, это совершенно не очевидно. На самом деле, это очень сильное общественное влияние, то, что мир изменился. Когда мы сидели в своем гетто, и каждый народ то же самое, но особенно евреи, он думал, мы все хорошие, а вокруг одни враги, плохие, боги их нам не подходят, они все, так сказать, аморальные, варвары и так далее. А когда оказалось, что, так сказать, за границей тоже живут не дикие варвары, а вполне приличные люди, и у них есть чему поучиться, например, и действительно мы от них что-то такое иногда принимаем, какие-то интересные или важные вещи, это действительно подрывает в каком-то смысле вот это ощущение, что мы избранности какой-то или собственного… Отлично, отлично. Отлично. Или миссии своей. Вот мы весь мир должны научить. Почему типовые другие вот тоже так иногда думают. Это совсем не простая такая штука, она очень сильно влияет, мне кажется. Да, я хотел похожую идею сказать, что я думал. Вот сидели евреи в гетто, и у них была идея. Что хорошо для евреев, это то, что их интересовало. И, в общем-то, правильно. В тот момент эта идея как бы нормальная, но эта идея на узкой основе. Сегодня, когда основа немножко более широкая, может быть идея, как мы спасаем мир, как мы улучаем мир, как мы хорошо летим миру. То есть на основе более широкой базы идея, также идея святости, она расширяется. Теперь обе идеи есть в иудаизме. Но вот смотря на какой основе мы стоим, та идея становится основной. Как нет иудаизма, что мы, она есть. Просто ее нужно, так сказать, мы про нее немножко забыли. Правильно, почему забыли? Потому что мы стоим на узкой основе отношения между миром. Тут есть два варианта. Или мы заговорим вообще, переходим на космополитические основы. Все, весь мир внесет, так сказать, в нем одни не хуже других. И вообще, так сказать, иудаизм – отсталая религия российская, не знаю, какая. И мы можем, так сказать, хотим быть людьми мира и так далее. О, отлично. О, да, да, вот все. Вот у нас и точка, где эта идея нам трясет основы веры и приводит к этому самому. Продолжайте, извиняюсь. Нет, это я хотела сказать, да. Но когда мы правильно ее реализуем и поймем, что, на самом деле, эта идея, так сказать, мировая, она очень важная, но она важна тем, что мы можем дать миру, что на нас возложено его исправление, а не то, что мы должны перенять от мира все, что, так сказать, сгладить все различия, да. Отлично. Отлично. Большое спасибо. Вы дали нам, в общем-то, иллюстрацию того, что Раф сказал, как даже святые идеи, которые выращены на основе узкой базы, они становятся узкими, примитивными. И наоборот, да. То есть свидетелся еврей в Гетто, о чем он думал, что хорошо евреям – это все. Это же правильная идея может быть. Почему? Потому что с более широкой базы евреи пришли, чтобы улучшить этот мир, чтобы его спасти, не знаю как. Но для этого в первую очередь нам нужно задаться именно вопросом, что хорошо для евреев, не из-за эгоизма, а из-за того, что это основной проводник, чтобы всему миру было хорошо. Но вот эта вот мысль, почему мы в первую очередь занимаемся тем, что хорошо евреям, как бы это может быть мысль эгоистична, это может быть мысль альтруистична. И понятно, что вторая, она гораздо выше, чем первая, она на гораздо более широкой основе. но эта мысль, она всегда была, что вот мы, как бы наша задача не эгоизм, что хорошо мне, что хорошо моему народу, а на основе, что хорошо всему миру. Эта мысль всегда была. У кого? У великих, у каббалистов, у каких-то, у ацулы, у интеллигенции какой-то. Простой народ о чем думал? Нет. Но сегодня, когда простой народ понимает, что все со с ним связано, и же нет такого, что что-то мы изменили здесь, и это не повлияет на что-то в другом месте, то тогда мы можем ту же самую идею гораздо увеличить, и тогда идея святости о том, что святости еврейского народа уже, кажется, не сама по себе для кого-то евреев. Это, кажется, для всего мира. Эта идея гораздо более широкая, гораздо более всеобъемляющая. Спасибо, Нахама, за иллюстрацию. Отлично. Кто-то еще что-то хочет сказать, добавить? Потому что мы вот не закончили наш отрывок, мы его начнем, продолжим в следующий раз отсюда. Может быть, сделаем немножко возврат. Кто-то еще, Виктория, кто-то еще хочет сказать, отнестись как-то к тому, что мы учили сегодня? Хорошо. Тогда большое всем спасибо. Кто-то начал? Нет, я просто хотела сказать, что, в принципе, конечно, я не сильна в глобальных идеях, поэтому мне требуется время, чтобы в этом разобраться. В каких-то частностях человеческих я быстрее соображаю. А тут все-таки идея довольно всеобъемлющая. Но я хочу, кстати, есть у меня что сказать, почему евреи, собственно, взяли на себя, ну, если грубо выразиться, право решать, что хорошо для человечества, что плохо, потому что у нас Тора. Потому что это первоисточник. И именно таким образом мы строим большой фундамент, открывая через основы, расширяя понимание самой Торы со временем. со временем познания новых-новых, она расширяется как бы на весь мир таким образом. Я вот так это все поняла. Спасибо большое, Виктория. Знаете, что я сейчас подумал, у меня навели еще одну мысль, я хотел бы дать именно пример по поводу России. Вот сейчас вот то, что происходит с Россией, из меня как раз вот я понял одну очень важную вещь. Эмбарго и все такое. Значит, что я понял? Раньше я думал, вот Россия занимается импортозамещением, почему они не могут? Почему-то они так долго-долго занимаются, и почему они не могут? А, я знаю почему. Ну, во-первых, они криворукие и сами ничего не могут. А во-вторых, они все разграбили, и у них там большая коррупция. На сегодня я понял, что это, конечно, неверно. Первое, неверно совсем, они совсем не криворукие. Второе, верно, конечно, верно, там есть коррупция, но это абсолютно не основная причина. Какая основная причина? Основная причина, что сегодня Россия полностью интегрирована в мировую экономику. И более того, это абсолютно неважно, это Россия или Соединенные Штаты Америки. Сегодня у нас нет полное разделение труда. Сегодня в любом месте, любую вещь, которую мы не будем делать и выбирать или производить, всегда будут комплектующие с другой стороны, с другого места. Каждый сегодня специализируется в какой-то нише и производит для много-много всего. Сегодня никто вообще, не только не Россия, даже Америка, не Китай, никто не может сам по себе реализовать полностью какое-нибудь такое импортозамещение. Потому что сегодня очень сильно все от всего зависит. Это не просто так. Так гораздо дешевле, так гораздо лучше, так гораздо быстрее, так гораздо дешевле. Если мы не хотим откатиться на 30 или на 300 лет назад, то это нормально и правильно. То есть на сегодня это влияние всех на всего. Мы вот все простые люди видим очень четко. Мы думали, что вот мы сделали импортозамещение, мы сами можем. И потом оказывается, что ты ничего не можешь. Но только ты не потому что Россия. Это верно для любой страны на сегодня. И вот это для меня очень важный урок того, что мы сегодня учили. Что на сегодня даже простые люди, которые очень простые вещи понимают, им сегодня уже ясно, что все зависит от всего. Потому что завод, на котором он работал, встал. Потому что нет комплектующего из другой части мира. Это верно не только на этом заводе. Это точно так же верно в той самой другой части мира. Хорошо. Можно спросить, а Северная Корея? Там вы давно ни от кого не зависите. Вот смотрите, да, такое может быть. Но тогда ты будешь жить как в Северной Корее. 50 лет назад голодать и работать на... Это у тебя будут процессоры, да? Я вот там где близко. Не позапрошлого, а на 6 поколений назад за цену трактора и ты будешь их делать полтора, не знаю, 10 лет. Что-то такое. Будет гораздо дороже, гораздо хуже, гораздо медленнее. Но это вот что-то такое, можно сказать. Но люди же жили в феодальном этом... Как это у нас? Ну да, у Африки тоже можно каких-нибудь. Когда люди сами себе и стулья делали, и натуральное хозяйство. И картошку себе сажали, и стулья делали, и нож себе копали. Конечно, можно. Ну да. Да, вот я хочу сказать, что, скорее всего, Корея-то, она образовывалась в то время, когда не было такой взаимосвязи с людьми. Они вынуждены были раньше закрыться. Поэтому они могут изолировано. А вот эта вот взаимосвязь всей планеты, она немножко позже, наверное, все-таки по времени пошла. Да, 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 здорово. Именно Советский Союз тоже был раньше. Теперь, единственное, что Раф говорит, эта взаимосвязь, она была всегда. Только сегодня она явно проявляется. И очень четко видно даже невооруженным взглядом. А чтобы вчера ее увидеть, нужно были какие-то духовные постижения. И это было не настолько явно. Это то, что Раф нам объясняет. На этой ноте? Да, это прочувствовал фактически любой человек, любая домохозяйка, кто угодно. О, 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 вот про это рад говорить. О, спасибо. Все, большое спасибо всем. До свидания. До свидания. Всего хорошего.